И ребят, всем привет! С вами Брис. Надеюсь, вы подключили VPN перед просмотром этого ролика. Ну, а если нет, еще не поздно поставить на паузу, включить его, перезагрузить страницу и начать смотреть заново. Меня довольно часто на стримах просят раскрыть какие-нибудь стори таймы, но поскольку я человек закрытый и память у меня на самом деле плохая, половину вещей, которые происходят в моей жизни, я просто забываю. А вот пофилософствовать и подумать о каких-то таких вот вещах, это я всегда могу. И на самом деле у нас на фоне сегодня камишка, но это персонаж из игры. И я подумала, почему бы не поговорить про игры, учитывая, что я вообще-то типа геймер, не знаю. По крайней мере человек, который их очень сильно любит. Возможно, я не тяну, конечно, на такое громкое звание, но тем не менее. Я подумала, что было бы неплохо объяснить, почему на самом деле я люблю играть исключительно одна, хотя играю в онлайн игры. Сейчас я играю всего-то в три онлайн игры, и не то чтобы я постоянно там зависаю, на самом деле я предпочитаю больше сидеть и рисовать, чем играть, хотя раньше, конечно, было с точностью да наоборот, но в моей жизни были кое-какие ситуации, из-за которых я, в общем-то, и начала играть совершенно одна. До этого я предпочитала какие-то компании, потому что, ну, знаете, в компаниях играть все-таки веселее. Но теперь я либо играю только с проверенными людьми, либо вообще-то полностью одна. Как вы знаете, в играх к девушкам относятся довольно своеобразно, если быть точнее, довольно по-сексистски, отправляют на кухню и прочее. И некоторые даже не хотят играть с девушками. Я про это рассказывала, на самом деле я уже к этому привыкла, мне по барабану, на самом деле. И я даже играла в свое время с такими парнями, которые постоянно девушек оскорбляли и все такое. И хочу сказать, что таких, естественно, не то чтобы много, но они, к сожалению, есть. У меня вообще есть друзья, парни, которые играют, и они ко мне нормально относятся, даже если я лажаю, и все в таком духе. Но у меня есть один друг, который постоянно тусуется в компании таких вот... Ладно, конечно, плохо с капелью людей, но реально дебилов, ничего не могу сказать. Они постоянно против девушек, постоянно себя ведут плохо, кричат, затыкают рот, и все в таком духе. Естественно, с ними катать я не хочу, и мне было достаточно пару игр с ними, чтобы понять, что в эту компанию я не хочу возвращаться. Но он постоянно играет с ними, и это удивительно, потому что они его совершенно не испортили. На самом деле, он единственный из компаний, кто постоянно играет с девушками, видимо, потому что они к нему тянутся. Ну, очевидно, он же их не оскорбляет. Но в свое время удалось поиграть как раз-таки с девушками. Да, это, наверное, звучит как будто бы я тут хвастаюсь. Ладно, не поймите неправильно, девушки в играх, конечно, не редкость, но некоторые не любят играть с другими девушками. Я к ним не отношусь, у меня на самом деле по барабану. И в свое время мои знакомые решили провести мини-турнир по Лиге Легенд. Вам не нужно шарить за игру, потому что я не буду ничего говорить конкретно про игровые механики. И просто хочу сказать, что это был турнир для своих. Они решили сделать команды девочек против мальчиков просто потому, что прикольно. И они все были знакомы, они были из одного города. И прикол в том, что они собирались устроить вечеринку. И, в общем-то, проигравшая команда должна будет покупать все. Поэтому, естественно, на кону, получается, стояла довольно высокая цена. Никто не хочет тратить много денег. Но дело в том, что девушек в их компании было катастрофически мало. И так получилось, что им не хватало двух девушек. И поэтому позвали меня. Я не в их городе, поэтому, ну, я просто там пошла. У меня было другое условие, потому что я хотела попробовать поиграть. Но поскольку все что-то ставят, было бы так неинтересно. Поэтому я должна была бы нарисовать арт, если бы я проиграла. А если бы выиграла, кто-то из парней должен был бы заказать у меня камешку. Ну, в общем-то, получается, выгодно. Я бы получила деньги. И, естественно, я согласилась пойти поиграть. Потому что, ну, почему нет? Была девушка-новичок, но, к сожалению, она не смогла играть. И по итогу так получилось, что к нам в команду закинули одного парня. Никто не был против, абсолютно. Все было окей. Но у нас там была одна девушка, которая играла, скажем так, не на типичных женских ролях. Как любят говорить парни, вместо женщины, если она уж и играет, то на какой-нибудь поддержке или на магах. Просто потому, что они не любят играть на других ролях. И, типа, у них ничего не получается. Ну, в общем, они тупые. Ну, как обычно. И я была удивлена, что она такого же мнения о других девушках. Я не понимаю, на самом деле, как они с ней дружат. Но это было довольно странно. Мы играли в команде, все хотели победить. И она играла хорошо, я не буду ничего говорить. Но она довольно пренебрежительно относилась ко мне. Не сказать, что прям пыталась помочь. Каждая моя ошибка или даже не ошибка сопровождалась какими-то язвительными комментариями. И это коснулось не только меня. То есть, она не была предвзята конкретно ко мне. Она была предвзята к остальным девушкам в команде. Потому что моему другу, например, который играл с нами, совершенно никак не доставалось. Он играл хорошо, но, естественно, не без косяков. Мы же все-таки люди. И все равно ему, естественно, не доставалось. Да, естественно, и парням из другой команды тоже она ничего не говорила. Только нам троим. Это было довольно странно наблюдать подобное. Хотя, возможно, дело было в том, что она была куда более высокого ранга, чем мы. И пыталась этим как-то хвастаться. Я, честно говоря, так и не поняла. Но все-таки турнир мы этот выиграли. Не исключительно благодаря кому-то там одному. Мы все действительно хорошо сыграли. Девушки победили. Девушки и один парень. Но, конечно же, потом некоторые парни... Там были как раз-таки несколько токсичных парней, которые говорили, что мы выиграли исключительно потому, что у нас был один парень в команде. Один-единственный. Словно вот мы вообще не нажимали кнопки. И тот турнир показал мне, что играть в командах я на самом деле не хочу. Несмотря на то, что там были хорошие люди, большинство из них оказалось очень токсичными и агрессивными. Да, блин, когда ты тусуешься в геймерской сфере, ты становишься сам по себе токсиком. Невозможно этого избежать. Там почти все токсики. Даже я иногда могу токсичить, но я умею это разграничивать и вовремя затыкаться. Либо если мы играем в команде, я типа просто не буду говорить, если я злюсь. Короче, самоконтроль, можно сказать. Я и до этого играла, конечно, одна. Но скорее просто потому, что я никого не могла найти. И тот турнир был для меня такой веселой идеей. Я подумала, что будет здорово поиграть в команде. Но на самом деле я так сильно разочаровалась во всем этом. Особенно я разочаровалась в женской половине, что ли. Я просто не могла поверить, что существуют действительно такие девушки, которые будут поддакивать парням и говорить, что все остальные играют плохо в угоду себе. Естественно, с ней те парни больше катали. Я не знаю почему. Видимо, потому что им нравилось вместе обсирать других. А я тогда подружилась как раз таки с одной девочкой. Не могу сказать, что мы прям дружим-дружим. Скорее мы просто знакомые. Но по крайней мере у меня есть в списке друзей. Один дополнительный хороший человек, который неплохо играет. Но все равно я никого не зову. Это был довольно травмирующий опыт. Есть ли среди вас люди, которые играют? Может быть вы расскажете свои истории. Почему вы играете? Почему, может быть, вы не играете с кем-то? Какие у вас были ситуации? Ну, в общем-то, спасибо, что выслушали. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Инст, на АВК. Возможно, на Твиттер не обязательно. Всем спасибо, всем хорошего дня. Всех люблю, целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok